Здравствуйте! Что хотят? Проехал, нашел поднимание. Есть контакт! Красавчик! Трамвай не пропустил. Молодец! А им сразу документы отдали? Да. Зачем в руки давать? Нельзя. Нет, зачем? Это же ваши документы. Они имеют полномочия только проверять, но не брать в руки. Предъявить вы должны. Ах, девушка, сколько раз уже, сколько раз одно и то же самое. Давайте я вам деньги дам. Хотите? Хотите, я вам дам деньги поддержать? Нет. С вашей стороны это дисциплинарное нарушение. Нет, это нет. Вы сделали действия, которые не предус... Я вам самостоятельно надаю пачку сигарет. Мне не нужно. Ну и документы вам не нужны в руках. Все таки. Мне за нужно переведите. Может, они есть подробленными, правильно? А вы сможете установить это? Какая разница? Нет. Эксперт мне. Потом уже заявляет. Как? Если у меня возникла подозра в связи с документами, то я прошу водяна дать мне, чтобы я с ними ознайомилась на педрок. Чи данный документ... Есть в базе или нет? Правильно? Ничего. В базе, не в базе. Подождите. Такое дело. Вы просто что-то рассказываете, а логики нету в том, что вы говорите. Понимаете? Проверить. Ну, как проверить? Вот вы посмотрели на документы. В базе они есть. С такими же самыми номерами. Правильно? Значит, какое у вас основание ситуации? Нет, в базе нет. У нас не вся база открывается. Значит, на мосту. Только это ваша проблема. Человек в этом не виноват, что вы его документы забрали. Ну, может, уже возникла подозра, в связи с подроблением документов. Правильно? Внезапно. Так, внезапно. Человек проехал на желтый, и у вас сразу педозра, что у него документы. Не, вон смотрите, если уж… Александр Вячеславович. Да. То есть вас остановили, получается, якобы за нарушение, да? Александр Вячеславович, если вы хотите задать какие-то вопросы, у вас будет возможность после того, как я здесь всту вырешу… Заберите документы. Это его данный правопорушник. Попросите документы назад. Да ладно, пусть будет много. Это я вам и говорю. Я думаю. Вы должны думать и своей головой. А вы тоже должны думать и своей головой. Ну что провокует? Я вам конкретно говорю. Я же у вас не мотякаюсь, не приближаюсь к вам, не толкаюсь, в глаза вам не свечу. Провокуете… Провокуете… Я могу тоже сказать, что вы провокуете… Своей неосведомленностью в законодательстве провоцируете людей на вот такие вот встречи. То же самое. Девушка, вы обещали мне ответить на мой вопрос, когда закончите. Вы закончили? Скажите пожалуйста, вы говорите, что нет некого правонарушения у человека, да? Ничего не получится. Вам только что водитель сказал только, что у него было правонарушение, но… Я так понял, вы сказали только водителю, что у него не было правонарушения. А, так скажите, просто я не же слышал… Нет, теперь мы слышим. Служи, если вы не слышим… Так было правонарушение не было? Я водителю всё объяснила… Не, так выше мне обещали объяснить! так это нарушение или нет а почему отпускаете этого у нас нет доказательной так можно так можно ухи клоуны я не могу а куда вы отпустили человека с ДТП? господа полицейские человека с ДТП куда вы отпустили? большой аэротек ДТП совершил в трамвай въехал вы его отпустили куда-то нормально погодите документы свои полицейский, ваши документы можно? документы предъявите будьте таковы вы заважайте бы плазко я вас не трогаю вы покажите документы да не вы заняты девушка занята вы сейчас ничем не заняты вот так молча покажите просто документы и все я же не говорю вам там отжаться подпрыгнуть просто документы покажите Ну так а что, чем вы заняты? Можете дальше смотреть и показать мне документы. Почему вы все передаете документы им в руки? Не давайте им в руки документы. Полицейские, я третий раз прошу вас, будьте так добры, предъявите документы. У меня ж на видео заснято, что вы человека отпустили, который ДТП совершил. Я хочу понимать, кто это сделал. Проплаченная эксплуатация. На месте не проплачен. Я на месте подключу. Через поремень? Да. Спасибо. Спасибо. Как так получилось, что вас оставили человека? Буду вы и Дмитру Андреевич, да? Как так получилось, что вы отпустили? Что это значит? Мама приди поинтересоваться. Так я у вас интересуюсь. Поехали дальше. 0752. Красавцы. Поехали. Вот такие кадры повстречались мне вечером. Просто уникально. За 15 минут всего этого, от начала, как я их увидел, потом второй раз их догнал в другом месте, второй разговор такой непонятный какой-то, пожимает плечами. То есть, ну вот, с самого начала, человек проверяет, ну человек, полицейский, проверяет документы у водителя для того, чтобы... Что? Даже, ну, даже не так. Полицейский, находясь на службе, применяет человеку превентивную полицейскую меру в виде остановки транспортного средства с целью применить другую превентивную меру, проверить документы. Вот я постоянно шучу, шучу, а на самом деле вот так оно и есть. После того, как мотивовали, подобрали персонал, навчили, мотивовали, мы спеваем гимн. Дальше, прямо у нас на глазах происходит ДТП. Водитель легкового автомобиля не пропускает трамвай и врезается в него. А что дальше происходит? Полицейский пошел, посмотрел там чего-то, пообщался и отпустил водителя. Ну, что? Что происходит? Что? Со вторым водителем такая же история. Стоят, смотрят документы, проверяют там по базе, что-то клацают. Потом отдают документы и тоже водителю езжают. Я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, кто и чему их учит вообще? Такое ощущение, что это какие-то контролеры документов. Назовите их тогда не патрульная полиция, а контролеры документов. Ну, пусть так и будет. Инспектор по контролю за документами. Что они делают? Просто проверили в базе, посмотрели. Все нормально. А мы за это платим деньги. Понимаете? Мы с вами за вот это платим деньги. Чтобы они просто ездили, проверяли у нас же документы. На хрена это надо? Первый водитель нарушил? Да, он нарушил, но у нас нет доказательств. С чего тогда ты решила, что он нарушил, если у тебя доказательств нет? Такой абсурд. И что потом самое интересное, что виноват я. Понимаете? Я, потому что я провокатор. Я вот езжу и задаю им вопросы. Ну, себя я имею в виду. Ну, не конкретно себя, да? Ну, в том числе и себя. А всех остальных, кто вот общается с полицией. Понимаете? Я виноват в том, что они ездят и контролируют наличие документов. И ничего больше не делают. Недавно я вам показывал вот этот вот случай в Запорожье. И вы слышали, как там этот пресс-секретарь рассказывал, что при мониторинге видео Департамент внутренней безопасности они там выявили, короче, вот такие вот нарушения. Но в тот момент им же показалось, что против полицейских совершили правонарушение. И поэтому они выявили это путем мониторинга. А когда вот конкретное вам, ну, конкретное, бог с ними с документами, конкретное нарушение ДТП на глазах, на моих, на глазах первого водителя, на глазах самих этих полицейских происходит ДТП. Есть виновник, они его отпускают. Мониторинг это видео увидит, даст ему оценку. Ждем, посмотрим, как вы мониторите видео на Ютубе.